Только появившегося на сцене музыканта публика встречает горячими овациями. Солист московской филармонии, лауреат международных конкурсов Роман Зорькин признается, что когда-то уроки музыки не вызывали восторга. Просто гиперактивного ребенка родители привели в класс гитары. Папа у меня купил какую-то запись одного гитариста канадского, который играл в стиле джаз-фламенко. И это меня так потрясло. То есть я просто затер ее, наверное, эту кассету за дыр и решил, что я вот хочу играть. Роман упорно занимался. Чудом достал мастеровую гитару, с которой поступил в Гнесинское училище. С исполнением аргентинского танго впервые в стране вышел на международный уровень. В этом смысле мы похожи, наверное, с танцорами балета. Потому что за легким движением балерины скрывается тяжкий труд. Чтобы увидеть музыканта-виртуозы, Лиза специально приехала из Знаменского района. Уговорила родителей купить билеты. Она тоже занимается по классу гитары и, может быть, исполнится ее мечта – выступить в дуэте. А пока завороженное мастерством исполнения запоминает аккорды. Мне очень нравится, как он играет, как он это делает, как он держит гитару, как он не обращает внимания на зрителей, а думает только о музыке. Дарованием романа Зорькина называют универсальность в исполнении. Он способен передать стили различных эпох и жанров, будто рассказывает историю разных стран в новеллах. Сегодня зритель услышал зарисовки 19 века, бразильские мотивы, джаз и танго. У нее есть свой стиль, свой характер, своя подача, свой язык музыки и репертуар. Он интересный, начиная от классики, заканчивая какими-то джазовыми вещами. Стилизация разная, поэтому и приятно просто, как человек работает на сцене с публикой. Зритель под впечатлением. Исполнитель удивляет виртуозной игрой на гитаре. В его струнах оживает как классика, так и современная музыка. Концерт длился более двух часов. Публика не отпускала виртуозы, чтобы вновь и вновь погружаться в его новеллу. Людмила Войтович, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.